И мне в ближайшее время понадобится экран, так что если можно сделать мне шерф, хорошо, чтобы я мог… Да, я, по-моему, сделал, да, я сделал. Отлично, отлично, хорошо. Тогда мы продолжаем изучение книги Ихискеэля, и мы находимся с вами в первой главе «Самый трудный пророческий образ», который называется «Массия Меркова. Ведение колесницы». И мы с вами говорили о том, что, в принципе, это можно перевести как и колесница, и можно перевести как нечто составное, как бы несколько уровней объединяются и действуют вместе одновременно. И, как ни странно, оказывается, что картина управления миром, она более сложная, считается среди учеников Торы, среди Талмадейха Хамим, считается более сложной, чем Маасеби Ришит, чем картина создания мира. То есть можно говорить о том, что небеса, они как бы возникли, когда объединились вместе, вместе вода и огонь, потому что небеса состоят из двух слов. Фешу, Маим, получается, Шамаем. Можно говорить о том, когда была создана трава, была она создана в третий день или она возникла в шестой день. Мы видим некоторые противоречия в двух картинах описания мира, которые есть в Торе. Все это оказывается менее сложным, чем картина управления мира. И действительно, если говорить о таком философском пласте, о идейном пласте, пласте борьбы пророков с чужими мнениями, чужими представлениями, то можем очень легко себе представить, что народы мира были готовы согласиться с тем, что мир сотворен, что у него есть Творец. И на уровне мифологии, и на уровне потом греческой философии можно было согласиться, что у мира есть Творец, но гораздо-гораздо труднее было признать, что есть Тот, Кто управляет миром. В самом деле есть связь кого-то бесконечного, огромного, и вдруг ему оказывается, что этот мир, творение, оно небезразлично, он интересуется им, он строит с ним, так сказать, какие-то свои планы. Это удивительно было для народов мира неприемлемо. Не случайно, когда мы с вами видим в Торе эпизод встречи Авраама с Малхицедикой, о котором говорят, что это Шем, праведник народов мира, который живет в городе Шалем и приносит жертвы за все человечество. И вот Авраам приходит к нему после победы над четырьмя царями, победа, которая была явно чудесным образом. И Малхицедик, получив, или, скажем, впечатлившись от этой картины чудес, которые он раньше не видел, чудес, которые происходят на земле для человека праведного, такого, как Авраам, происходят чудеса на земле, он говорит «Благословен Бог для Авраама, Бог, который приобретает землю, небо и землю». Коне, можно сказать, творит, приобретает, связан с ними, и так, и так можно сказать. Но дело в том, что для Малхицедика хидуш, так сказать, хидуш, новость некоторая в том, что произошло в победе Авраама, то, что Всевышний не только на небе, но он и на земле. То есть он не только сотворил мир и наблюдает сверху, а он управляет этим миром. И поэтому управление миром является таким моментом, который акцентирует Тора и пророки постоянно. Тора говорит «Анахи Гошема Лукеха, Шергут стихом «Яритмецаем» – «Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, а не тот, который сотворил небо и землю», как рассматривает это Рав Юда Алиби в своей книге «Кузари». Почему Всевышний представляет себя не как тот сотворил небо и землю, а как тот, кто управляет миром. Потому что через выход из Египта можно понять, что у мира есть творец. Но саму по себе картину исхода из Египта, когда Всевышний вмешивается напрямую в земные дела, в отношения между людьми, в отношения между поработителем и порабощенным, эту картину нельзя отложить. Она изначально. «Я тот, кто вывел тебя из земли египетской». То есть управление миром является таким краеугольным камнем для Торы, ни в коем случае не отбрасывая его сотворенность. Но для народов мира оказывается очень и очень трудным, так сказать, твердым орешком, который не принимается и не понимается. Мы знаем, что в древнем мире тот, кто сотворил мир, он всегда где-то стоял далеко. Даже у египтян был бог, которого называли Птахья. Он был творцом мира. Но поклонялись не ему, он далеко. Иногда можно прийти к нему, отметиться. Но поклонялись тем, кто поклонялись силам природы, которую он сотворил. Потому что Творец, он далек, а вот сотворенные силы природы, они близки к человеку, и им стоит поклоняться. А Творца можно отодвинуть куда-то дальше. Также мы видим с вами и в шумерской мифологии, мы видим это с вами в греческой мифологии. Мы, скажем, с разными вариантами, но если взять сам Хронуса, скажем, как того, кто сотворил и стоит близко к творению, он отделен от миром, а управляют миром его дети. Управляют миром его дети. Не хочется вдаваться, скажем, еще более в эти подробности, но просто нужно представить себе такой момент, на мой взгляд, красивый, что масса и мирковая картину управления миром, она считается более сложной, более принципиальной даже, чем картина сотворения мира. И вот мы с вами возвращаемся к Ихизкиэлю и вспоминаем то, что правок Ихизкиэль пророчествует в изгнании и очень сильное влияние времени и народов мира на сыновья Израиля. И сыновья Израиля говорят, Бог оставил землю. То есть он отдал нас в руки царей, в руки народов, а сам отошел и отодвинулся от земли. Поэтому приходит эта картина «Масса и мирковая», чтобы показать нам, что Всевышний управляет всеми событиями, даже если они представляются самостоятельными событиями, происходящими сами по себе случайно. Если кажется, что поднимаются на престол цари, одни поднимаются, другие падают, что это все случайное стечение обстоятельств, ничего подобного. Есть Всевышний, который ведет сыновей Израиля к освобождению, даже когда они находятся в изгнании. И им кажется, что всем управляют цари, всем управляет Всевышний. Это основная идея картины «Миркова», картины «Колесницы». Теперь мы вернемся к тем подробностям, о которых мы с вами говорили. В скобках заметим, чем может быть полезна такая тема, чем может быть полезно изучение первой главы пророка Ихискееля. Обычно первую главу пророка Ихискееля пропускают, начинают с третьей главы. Кажется, мистика, ангелы, крылья, шесть крыльев там, шесть крыльев здесь. Что это дает? Во-первых, есть текст, который нам оставили пророки. И пророки, когда они оставляли какой-то текст, то они его разнесяли ученикам. И так же, как в Торе есть письменная Тора и есть устная Тора, так же и в пророках есть текст и есть учение, которое передается параллельно с ним. И делали они это совершенно не случайно. Понятно, что те пророчества, как мы знаем это из Талмуда, те пророчества, которые имели и частное значение для какого-то времени, и имели глобального значения, они не записывались. Если эти пророчества были записаны и даны нам, значит, они имеют принципиальное значение. И, безусловно, открывая эту главу, мы с вами начинаем понимать понятия, которые описываются в Торе. Мы с вами говорили о том, что такое Шамай, небеса. Мы начинаем понимать с вами структуру души. Мы начинаем видеть мир так, как видит его пророк, мир борьбы, духовности, души с материей для того, чтобы встать выше материей и управлять материей, привнося в нее гармонию для того, чтобы, если так можно сказать, самой материей было бы хорошо. Так что главенство материи приводит к разрушению, к разъединению. Единственное, что объединяет – это духовность. Так же и в человеке, как мы можем представить себе, что, не дай Бог, если человек умирает, то остается тело, которое начинает распадаться. Не дай Бог, упаси Бог, чтобы все были живы и здоровы. Но душа уходит, начинается распадение. Душа здесь все едино. Все представляет собой некоторое единство. И вот мы понимаем с вами эти моменты. Мы видим с вами метафизику, которая есть в Торе и в пророках, а мы пытаемся ее изучить. Думаю, представляется не то, что мне представляется об этом, говорит Равку, что само по себе просто поднятие этих тем, оно положительно влияет на человека, положительно влияет на душу. Не только исполнение заповедей, не только еда мациза по скальным столам и питье четырех бокалов возвышает душу, но и соприкосновение с пророческими текстами и попытка понять их. Равку говорит о том, что свет пророчества приходит ко всем, кто проникает, пытается проникнуть в тексты пророков. После этого такого введения, может быть, даже не введения, а некоторого урока повторения, мы с вами вернемся к тексту и попробуем понять сложную картину, которую дает нам пророк Ихискейль. Значит, одну секунду я делаю share. Надо понять, что нам поднять, какой ковид, чтобы не ошибиться, какой файл. Вот здесь мы с вами. И я не буду повторять все, о чем мы с вами говорили. Мы напомним общий момент, что Ихискейль видит пророческое введение. Есть какой-то свод, есть какой-то свод небес, о котором мы будем говорить дальше, похожий на лед. И над этим сводом сидит, выседает хозяин мира. Его очертания не очень ясны. Его окутывает некоторый свет. А вот под сводом есть ангелы, в которых движется, как бы живет, оживает, или в которых проходит дух сидящего на престоле. Но самого сидящего на престоле они не видят. У этих ангелов лики животных. И мы сейчас попробуем с этим подробно разобраться. Это лев справа, бык слева, лицо человека посередине и орел сзади. Мы сразу с вами оговоримся, что это картина, то есть картины меняются в зависимости от времени, от ситуации, от состояния сыновей Израиля. Это картина изгнания, которая есть в изгнании, когда ангелы, через ангелов дается сила царям, и они правят в мире. Когда сыновья Израиля находятся на своей земле, то эти звериные лики исчезают, и появляются лики человеческие, лики ангелов Рафаэль, Уриэль, Гавриэль, Михаэль. Эти ангелы как бы становятся, если так можно сказать, на место этих животных, или животные обретают человеческий лик. И сам в себе человеческий лик, он общий, он создает, должен создавать гармонию, и как бы мир возвращается к гармонии. А когда мы с вами говорим об изгнании, то все страшно, угрожающе, лики животных, которые олицетворяют и стороны души человека, и ее проблемы, и вытекающие, скажем, из этих проблем периоды изгнания. Вот попробуем с этим продвинуться. Четыре лика. Мы видим, что из огня, мы помним, что есть несколько уровней, я сейчас не возвращаюсь, есть облако, есть огонь. Есть свет, который называется хашмаль, который изнутри огня, светит изнутри огня, и своей силой несколько пробивает облако, и вокруг облака есть свечение, которое указывает на то, что сила души, она сильнее, чем сила материи, на чем сила скрытия, свет, как соединяющий напрямую со Всевышним, он сильнее, чем сила скрытия материи, как ветер, облако, огонь, сила души, она сильнее, она пробивает это облако. И вот четыре лика у каждого из них, или возьмем пятое, из него, из огня подобие четырех животных, и это вид у них, у всех, у них облик человека. Четыре животных, у них облик человека. У этого есть несколько объяснений. Сейчас мы возьмем самое простое, потом нам пригодится и другое. Тело у них, тело человека, они в вертикальном положении. У них есть нога, нога прямая, без колена, как мы с вами говорили, что указывает на то, что ангелы никогда не сидят, они постоянно находятся в присутствии царя. А кто в присутствии царя сидит? Никто не сидит. И у них даже нет такой возможности сесть. Прямая нога. Четыре лика у каждого из них. То есть, эти четыре лика, каждые четыре лика разбиваются на четыре лика. Еще, то есть, как бы фракторы, то, что называется. То есть, есть лицо цельное, и в нем просматриваются четыре составляющие. Причем эти четыре составляющие частные, они такие же, как четыре составляющие общие. То есть, мы представляем на каждой стороне света лицо животного. Сначала представляем его цельным, а потом, как бы мы поглядываемся к каждой ликам и видим, что в каждом лике есть четыре животных. Те четыре животных, которых мы с вами увидим, если мы посмотрим на общую картину. То есть, частное в какой-то степени или, можно сказать, в сильной степени отражает здесь общая структура частного, такая же, как и структура общего. И ноги их нога прямая, а окончание ног их, как копыта конечности тельца. И блестят они ноги, как отполированная медь. Здесь телец – это условный перевод, эгель. И все комментаторы говорят, что слово эгель, оно одногреное со словом оголь и круглый. И поэтому нужно представлять себе не копыта тельца, а речь идет о каком-то круглом окончании, что-то типа шара. И тогда у нас возникает картина, что ангелы, их крылья достигают неба, а ноги где-то достигают земли, но они не стоят на земле, им не нужно стоять на земле, у них нет какой-то плоской опоры для того, чтобы встать на землю. Они в лучшем случае соприкасаются с этой землей. И этот шар, он как какая-то шестеренка, не совсем, на нем нет зазубри, но он работает так же. Он крутится, вращается, и он вращает, влияет на землю. И блестят они ноги, как отполированная медь. То есть все время как отполированная медь. Здесь тоже можно было бы говорить подробно, я постараюсь коротко. Металлы, они указывают на определенные уровни души или на определенные силы восприятия души. Скажем, если золото указывает на тягу к духовному миру сильную, говорят, что слово загаб, золото, оно соотносится с словом зэ, габ, дай мне вот это. То есть часто это можно применить к материальному миру. Человек видит и хочет, но нет, здесь это относится к силам души, когда душа тянется к духовному миру и говорит, дай мне только это, мне только это нужно. И дальше серебро, серебро кесе, от слова кесуфим, какое-то желание, желание, когда человек соскучился почему-то, или когда человек тоскует почему-то далекому, а иногда почему-то не очень ему известному и понятному, такая у него есть тоска, вот это можно назвать кесуфим. Это серебро, когда человек так же тянется к духовному миру, но в таком, скажем, но менее четко, менее ясно, менее осознанно, когда духовный мир для него далек. Потом есть медь, которая похожа на золото, и это тяга ко Всевышнему, к духовному миру, в галути, в изгнании. Когда медь только внешне похожа на золото, понятно, что она не золото, но подобие золота. Вот были две такие силы, золото и серебро, силы души, а теперь они попадают как бы в галу. Это медь, они становятся медь и железо. Медь, оно отражает золото, железо отражает серебро, и, как бы можно сказать, это такие силы стремления ко Всевышнему приглушенные. И вот здесь нам говорят, что ноги этих ангелов, они относятся к тому уровню, в галуто, изгнание, где душа, она тянется ко Всевышнему, но это стремление, оно не такое чистое, не такое ясное, не такое сильное, как в то время, когда стоит храм. Это примерно то, что нам здесь хотят сказать. И ноги их нога прямая, окончание ног их, как окончание конечности тельца, и блестят они, как от полированной медь. Получилось два раза одно предложение, хорошо, тогда мы дальше. И руки человека под крыльями них, с четырех сторон их, и лица, и крыльями у всех четырех. Руки человека, мы видим, что эти руки, они не функционируют в дальнейшем, они не делают ничего, они просто находятся под крыльями. То есть можно представить себе, что пророк угадывает их очертания. Они под крыльями, у них четыре крыла, два опущены вниз, два подняты вверх. То есть два тела закрывают тело. То есть руки должны как-то проглядывать через крылья. И эти руки нужны только для одного. Это как бы отражение руки Всевышнего, которое продолжает действовать. То есть это добавление к образу животных, то, что у них есть руки где-то спрятанные. Пророк хочет сказать, что рука Всевышнего продолжает действовать и в изгнании, и просто ее не видно, она скрыта. И понятно, что здесь это не рука Всевышнего, то есть это рука Всевышнего, но она как бы отображена в нижнем мире, отображается через ангелов, через ангелов дает понять нам, что рука Всевышнего с нами. Есть в трактате Сан-Сдрин рассказ о рабе Ягашуа. Однажды император пригласил на приеме были и евреи, и христиане. И вот стоят два ряда евреи, и христиане, и язычники. И вдруг христианин начинает делать делать рабе Ягашуа жесты. Христианин отворачивает свое лицо. Тогда раб Ягашуа поднимает руку. Император, заметив то, что в его присутствии приглашенный разговаривал друг с другом жестами, рассердился и велел позвать себе христианина и рабе Ягашуа для выяснения того, что же они делали и о чем они говорили. И он спрашивает рабе Ягашуа, что он тебе хотел сказать, когда отворачивал лицо. Раб Ягашуа, говорит христианин, хотел мне сказать, что Всевышний отвернул от нас лицо. Тогда он спрашивает, император спрашивает христианина, а что тебе хотел сказать Ягашуа, когда он поднимал руку? Христианин не знал. Тогда он спрашивает у раб Ягашуа, что ты хотел ему сказать? Раб Ягашуа, говорит, я хотел ему сказать, что рука Всевышнего с нами. Об этом говорят пророки. Лицо он отвернул, но рука его с нами. Агада говорит о том, что император срока наказал христианина и дал награду рабе Ягашуа. Правда это или неправда, или это сказка, это нас совершенно не интересует. Нас интересует то, что представление Талмуда, оно проходит красной линией и в пророках, что если Всевышний скрывает свое лицо, то рука его остается с нами. И вот здесь Ехерскелю показано, что несмотря на устрашающий вид животных, на то, что кажется, что Всевышний перестал разговаривать с сыновьями Израиля, отвернул лицо, ангелы обрели какой-то животный вид, угрожающий, тем не менее, где-то на скрытом плане присутствует рука Всевышнего. Соединяется одно с другим крылья их, то есть два крыла не закрывают тело, а два крыла поднимаются наверх таким образом, что крылья касаются друг друга и касаются небес, то есть, скажем, по наклонной поднимается крыло одного ангела в сторону направо, скажем, и налево, и у другого ангела также в результате их крылья касаются друг друга. Лица не касаются, они разделены между друг другом, а крылья их касаются где-то наверху. И мы понимаем, что, скажем, да, что возникает такая картина, когда сверху донизу как бы проходит, то есть есть каналы, проводящие желание Всевышнего, крылья наверху, ноги внизу, от неба до земли, от престола Всевышнего до самой земли, до самых материальных сил, есть каналы, которые проводят его волю. И лики их между поднятыми крыльями, то есть крыло уходит направо, крыло уходит навлево, посередине есть лик животного, разделенными сверху, крылья разделены сверху, крылья каждого животного, а крылья соседних животных, они соединены вместе сверху, у каждого ангела два крыла, которые соединены с крыльями, ближайшие к нему ангелам, а два закрывают тела их. Крылья, они могут быть, как мы видим, и крылья, они закрывают тела ангелов, они сила скрытия, но одновременно они образуют такой канал, по которому воля Всевышнего распространяется сверху донизу. И каждый шел, куда было обращено лицо его, туда, куда направлены желания пойти, пойдут, не свернут они с прямого пути при движении своем. Мы немножко говорили, затронули этот момент, что у нас с вами как бы четыре лица, которые смотрят на четыре разные стороны, но они не находятся в статичном состоянии, они находятся в покое, происходит постоянное движение вперед-назад, право-лево, вперед-назад, право-лево. То есть они постоянно как бы движутся, пульсируют. Причем ведущим является только одно лицо, они при движении своем не поворачиваются. То есть если мы можем представить себе, что направо смотрит лик льва, а налево смотрит лик быка, то когда лик льва является ведущим, то лик быка идет за ним спиной. То есть как бы у них общие глаза, у них есть нечто общее, дух у них общий. И льву не нужно поворачиваться для того, чтобы идти следовать за быком, они представляют собой некоторую единое целое и единую картину. Когда бык является ведущим, точно так же, когда лев является ведущим, точно так же быку не надо поворачиваться. Или, скажем, лев и бык, они не поворачиваются, когда один из них является ведущим. То же самое лик человека и орла. И внешний вид животных этих, как угли раскаленные, как факелы, он огонь проходит между животными. И сияние вокруг огня, и из огня этого сверкает молния. Вся эта картина, она неспокойная, она угрожающая, и лики животных. И вот теперь мы видим огонь. Эти животные сами полыхают, и еще между ними ходит огонь. Это гнев Всевышнего. Это гнев Всевышнего. Всевышний показывает Ихискеэлю, как его воля распространяется вниз, и его воля в данный момент разрушить храм. До разрушения храма остается еще где-то пять лет. И остается еще пять лет. Мы увидим, что Ихискеэль видит эту картину не только в Бавиле, как бы оторванную от всего. Он видит еще немного, и он увидит, как божественное присутствие оставляет храм, и как ангел-разрушитель берет огонь между вот этих ангелов, где он ходит, где он пылает, берет этот огонь для того, чтобы бросить его на Ирушалаим. То есть, если мы немножко заглядываем вперед, мы понимаем, что этот огонь и молнии, и угрожающий вид животных – это гнев Всевышнего на сыновей Израиля. Почему Всевышний гневается, можно говорить отдельно, Ихискеэль в этот момент это не разбирает. В 9-й, 10-й главе мы с вами увидим, почему вспыхивает гнев Всевышнего. Там Всевышний берет Ихискеэль и переносит его Ирушалаим для того, чтобы показать те преступления, которые происходят в Ирушалаиме. Надеюсь, что мы доберемся с вами, но просто здесь это не тема, почему гнев Всевышнего – это не тема этой главы. И животные разлетаются и возвращаются подобно вспышке молнии. Это движение животных можно представить себе по-разному. Раша представляет себе вот это движение животных как вверх-вниз. То есть они собираются как бы к центральной точке картины, потом взлетают вверх, и там вверху они сгорают, превращаются в огонь, затем они возвращаются, и по мере возвращения они облетают вновь свои лики, обращают свои очертания. То есть как бы перед лицом Всевышнего или близко к престолу там они утрачивают свою индивидуальность, просто сгорают. Как мы с вами говорили, огонь уничтожает формы внешние. А двигаясь вниз, они обретают вновь черты, о которых мы говорили. Но здесь интересно, что то, что это разлетаются и возвращаются, это известное выражение на еврейке «радцов и шов». Можно представить себе, что мы говорим о духовном мире, в котором нет времени, и там движение может быть одновременно. И взлет, и падение, и приближение, и удаление. Ты видишь их одновременно. Это очень важное понятие, движение одновременно в двух направлениях. О нем можно бы говорить очень долго, важное, очень интересное понятие, как с хоря, он дает понятие застывшего света. Представляете, свет, он же динамика, он движение всегда. А тут он застывший. Что это значит? Это и динамика, и статика одновременно. Этот свет, как бы его луч летит и не летит. Как поется в одной песне, дайте мне вспомнить, «Речка движется и не движется, вся из лунного серебра». Очень точно сказано, подходит сюда. Движется и не движется, разлетается и возвращается движение в мире, в котором нет времени, родцов и шов. Поэтому пророк может видеть эту картину как бы и статичной, и динамичной. То есть эти животные появляются, взлетают вверх и там, приближаясь к престолу, исчезают. Но одновременно он видит и эти лики, и то, и другое. Их исчезновение, и горение. И эти лики в некоторой такой статике постоянства. Тот, кто, скажем, представляет себе метафизику Аристотеля, он может подумать, что Аристотель все списал отсюда. Списал Сихискеэля, его основы метафизики, начало его метафизики. И критика, критика предшественников. Все как бы он взял отсюда. Но это отдельный интересный разговор. Не знаю, когда-нибудь хватит нас на это времени. А мы с вами можем представить себе, что вместе, 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 вместе Рацо-Вышов, если мы почитаем гематру этих двух слов, то у нас получится имя Всевышнего Шадай. Оно расшифровывается так. Есть имя, которое указывает на то, что Всевышний сотворил мир и поддерживает его закон, определенный природный закон. Есть имя, которое указывает на то, что Всевышний творит чудеса. А есть имя, которое указывает на то, что Всевышний ограничил силы природы. Он сказал своему миру, хватит. То есть силы природы, они ограничены. И вот это движение ангелов Рацо-Вышов туда и обратно, и силу приближения, и силу удаления от престола, они как бы выражают вот этот принцип, это имя Всевышнего, что можно разлетаться, можно собираться, но есть как бы своей силой, но есть предел. Этому есть предел. И Всевышний заранее заложил предел материальным силам, чтобы они не господствовали над силами души. Вот, если мы как-то еще держимся, то можно остановиться на секунду. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я могу постараться ответить. Если нет, пусть никому не будет обидно, считаем до трех. И если нет вопросов, то мы тогда с вами продолжаем. И увидел я животных этих, и вот по одному колесу на земле у животных этих с четырьмя ликами. С четырьмя ликами – это не колеса, это животные с четырьмя ликами. То есть у каждого из ликов есть свое колесо. То есть эти колеса, как мы увидим с вами в дальнейшем, они представляют собой, ну, можно представить как бы условно, как некоторые ободы, которые пересекаются с друг другом. То есть представим себе четыре обода. Представим себе четыре обода. Они, как говорят, вложены друг в друга. То есть, если бы, скажем, можно сказать, что если бы на них натянуть что-то, какую-нибудь ткань, допустим, условно говоря, то получился бы шар. Эти ободы вложены друг в друга. И у нас такие четыре обода у каждого из животных по своему ободу. Вот у них есть общая точка пересечения вверху и внизу. Вверху под престолом, внизу где-то на земле. И каждому из животных соответствует вот такой обод, который как бы охватывает его. Оно в этом ободе, если позволительно сказать, так как белка в колесе, внутри заключена каждая из этих животных. А вид колес этих и свойства их, как у камня, торшиш. И образ один у всех четырех. И вид их, свойства их, как будто колесо вставлено в колесо. Вот колесо вставлено в колесо. Мы немного с вами обсудили. Что у них есть общая точка, точка пересечения. Сейчас мы поговорим о том, что это за колеса. Для нас это, естественно, очень важно. А мы немножко еще продвинемся и попробуем поговорить об этой детали ведения. При движении в сторону одного из четырех ангелов своих идут, не поворачиваются при движении своем. То есть эти колеса тоже, как бы вставленные в друг друга, они как цельная система. Они перемещаются в одну из сторон. Когда один из ангелов идет в свою сторону, все колеса перемещаются вместе с ним. И колесо, которое принадлежит этому лику, которое ведет, сейчас движется в свою сторону, оно получает преимущество, является ведущим. И обводя их, высоки они. И ужас внушают они. Очень интересно, почему они внушают ужас. И обводя их усеянны глазами по кругу у всех четырех. И при движении ангелов, животных идут колеса, которые с ними когда поднимаются. Ангелы, животные над землей, поднимаются и колеса. То есть оказывается, ангелы могут оторваться от земли. Не всегда их нога касается земли. Иногда они взлетают. И вместе с ними поднимаются тогда колеса, как одна единая целая система. Эти колеса – это, скажем, можно сказать так, что в этом пророческом видении они отражают представление людей о том, что всем управляют звезды. Всем управляют звезды. И вот эта картина, что у нас есть ангелы с ликами животных. Эти ангелы дают силу тому или другому народу. А люди видят, как это было принято, занимаются астрологией. И видят, что когда один из народов получает силы, то так или иначе выделяется созвездие, которое соответствует этому народу. И из этого понимают, что заранее можно предсказать, увидев, что какое-то созвездие занимает свое особое положение, не такое, как раньше, можно предсказать, что такой-то и такой-то народ возвысится. Это представление, которое господствовали в древнем мире. Мы знаем, что они и сегодня распространены, и распространены среди многих людей. Что звезды на небе, они определяют то, что происходит на Земле. Какова картина с точки зрения Торы? Картина с точки зрения Торы, как это объясняется на 156 листе трактата «Шаббат» и подробно разбирает Маорал в своей книге «Хидуши и Агадот», систему можно представить себе примерно так. Что действительно Всевышний создал мир, и в мире существует предопределенность, и как бы все записано на небе, как в книге записаны все будущие события. Кто умеет читать эту книгу, кто видит, как загорает Сталинная звездочка, как она получает силы, как созвездие изменяет свое положение обычным путем или необычным путем, он может предсказать будущее. В этом есть большая доля правды, но не для сыновей Израиля, как мы знаем. И как это получается? Во-первых, можно сказать, что Всевышний поставил Авраама, вывел его за пределы звезд. И как пишет Раши, Медраш Раба, когда Авраам жаловался, что он по созвездиям видит свою судьбу, что у него не будет сына, то Всевышний сказал ему, «Выйти из своей астрологии», выйти из этого предназначения, предначертания, которое ты представил себе, выйти из этого. Это по Раши встать выше звезд, выйти на уровне выше звезд. Из Гемари в трактате «Шаббат», который мы с вами упоминали, Раби Юханан говорит, что «эйн мазаль ли Исраэль», у сыновей Израиля нет созвездий, то есть созвездия не властвуют над сыновьями Израиля. Два мудреца его времени, Раф и Шмуль, которые живут только не в Израиле, а в Бавиле, они разбирают эту посылку Раби Юханана. Мы не будем вдаваться во все подробности, но результат получается примерно такой, что если человек – существо материальное, то он действительно находится, он живет, как бы сказать, в природе, по законам природы, и он в значительной степени попадает под то предопределение, которое установил Всевышний в природе, и ему как части природы. И вполне можно сказать, что все предопределено. Но если человек духовный, он даже одним каким-то своим действием, даже мыслью какой-то может стать выше природы, то все предопределение отступает сразу на задний план. Он живет уже под другим законом, по законам духовного мира, а не по законам мира материального. В материальном мире можно говорить, как бы в той картине, которую мы здесь видим, о предопределенности, предначертании. В духовном мире полная свобода. Все можно сделать, все можно изменить, свою судьбу полностью. Все зависит от того, на каком уровне ты находишься. Стал ниже природы, подчиняешься ей, живешь по законам природы. А в законах природы есть предопределенность в движении планет, в падении метеоритов и так далее. Так и ты становишься каким-то камнем, который передвигается по определенным законам. Допустим. А если у тебя главная душа, если ты способен сделать действие, которое ставит тебя выше природы, то это предопределение уходит и исчезает сразу. И да, картина, которую нам дает Ехецкель, она как бы позволяет нам представить, что есть такое вот, как представление людей, есть некоторый свод небес, усеянный глазами, то есть звездами. Но внутри как бы этих небес есть животные, которые движут эти колеса, определяют их движение. Более того, как мы дальше увидим, животные движутся не сами по себе, они движутся по воле Всевышнего. Так что, если вам как бы, эта картина пророческая говорит, что если вам кажется, что звезды все предопределяют, то, опять же, если так можно сказать, надо приглядеться, и можно увидеть, что внутри небесного свода ангелы, а еще чуть-чуть приглядевшись, можно увидеть, что движение ангелов определяется Всевышним. То есть, в конечном итоге движение этих ободов, колес определяется Всевышним. И вот важное предложение. Теперь Мальбим нам отмечает, что есть несколько путей управления миром у Всевышнего, и когда ангелы идут по земле, то это скрытое чудо. Когда ангелы отрываются от земли и летят, то это момент управления миром открытыми чудесами. Мы знаем, что если это обращение к изгнанникам в Вавилоне, в Бавиле, то мы знаем, что и в Бавиле были открытые чудеса, происходили открытые чудеса. Мы можем вспомнить ту статую, о которой мы говорили, которую поставил Новохудный царь. Она упала, Ханане и Мишель, Азария, которые были брошены в огненную печь и вышли из этой печи. Может быть, не такие чудеса для всей страны, которые были в Египте, но, тем не менее, чудеса открытые, они происходили в Вавиле. То же самое можно вспомнить уже в несколько более поздний персидский период, когда Даниэль был брошен в яму со львами, и он вышел живой и невредимый. То есть, казалось бы, какие явные чудеса в Галуте, в изгнании, тем не менее, в Вавиле, еще были явные чудеса отголосок того божественного присутствия, которое было в Иерушалайме, когда стоял храм, и открытые чудеса происходили. Поэтому, скажем, это замечание Мальбима, если так можно сказать, оно очень правомерно, что есть движение по земле, и это скрытые чудеса, и есть движение, когда ангелы отрываются от земли, и это явные чудеса, которые происходят в Вавиле. Потом в других изгнаниях, можно говорить, гораздо с каждым изгнанием все труднее и труднее назвать чудо открытым, но, по крайней мере, в первый период Вавиле происходят открытые чудеса. Вот у нас с вами дальше очень интересные картины, но все-таки я бы хотел остановиться и обсудить с вами то, что мы здесь как бы смогли с вами понять, что-то представить себе. Напомню только, что мы начали с того рассмотрения, скажем, этих животных, начали с того, что все строится на двух движениях. На приближении ко Всевышнему и на отдалении от него. Приближение ко Всевышнему символизирует огонь. Тоже некоторое проблемное. Приближение, когда все сжигается, все формы сжигаются. А есть вода, которая является символом удаления от Всевышнего, которая стекает всегда вниз и дает жизненные силы. И это может быть положительным очень, если нет отрыва от Всевышнего. Но если он происходит, то это тоже отрицательно, когда постоянно происходит приближение к материальному миру. И есть ветер, воздух, который символизирует орел. Воду символизирует бык. Не символизирует, а, скажем, есть метафизическое представление на другом, на животном уровне. Орел – это воздух, бык – это вода. И вот орел – это воздух, который всегда мечется между холодным и горячим. И пытается их соединить, пытается соединить движение вверх и движение вниз. Забегая далеко вперед, мы увидим с вами, что в описании храма, в последних главах, Ихискель дает картину, когда остается только лицо человека, обобщающие все эти силы, и лик льва. Они соединены напрямую друг с другом. Это очень интересно. Можем с вами в дальнейшем обсудить. Хорошо. Я останавливаюсь, пожалуйста. Если что-то просить, можно что-то спросить, можем пытаться обсудить. Розея, спасибо за беседу. Можно вопрос. Есть какая-то связь между видением Ихискеля и Крувимами на Ковчеге Завета, полученного Маше из рукотворного воссозданного бицеления? Да, безусловно, есть. Но вопрос такой, очень, казалось бы, очевидный вопрос, напрашивающийся, он для меня неожиданный. Я постараюсь подумать. Для того, чтобы просто вам не говорить поспешно, я постараюсь подумать. Мы видим, что... Мы видим в дальнейшем с вами такие метаморфозы, которые происходят с этой колесницей, что лик быка исчезает, и вместо него появляется лик младенца. Мы сейчас, естественно, будем это обсуждать с вами, чтобы не запутать. Вот этот лик младенства, младенца, он называется керув, то есть такой же керув, как на Ковчеге. Я постараюсь представить себе, как эти Крувим вписываются в нашу систему, обязательно должны вписываться, все едино, но вот у меня попрошу для этого перерыв, по крайней мере, в неделю. Спасибо. Роздеев, можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько сам Ехельскель понимал всю глубину пророчества и насколько он смог передать своим ученикам? Нам известно это? Это два разных вопроса. Как бы в одном, насколько он понимал глубину пророчества, пророку дается и картина, и дается ее понимание. Понимание дается как свет божественный, который напрямую соединяется с источником жизни, и он же сам по себе дает и дает понимание. Как мы помним, Адаму, конечно, нужно было учиться, познавать, постигать, но в принципе у него была прямая связь через первозданный свет со Всевышним, через тот свет, который не проходит через материю. Этот свет, луч, он напрямую связывает со Всевышним. Таким же светом пользуются и пророки. Они могут иногда, упаси Бог, конечно, допустить ошибку, не так воспринять свет, но в принципе свет сам по себе дает понимание на том уровне, на котором Всевышний хочет. И понятно, что если Всевышний дает картину пророческую, то он дает ее полное понимание. Если уже он раскрывает, то не нужны здесь никакие тайны, и пророк понимает всю картину. Дальше перед пророком встает совершенно невероятная задача объяснить то, что он видел. Он не всегда может это сделать. Он находится в духовном мире, где все совершенно по-другому, как мы видим там пространственные временные рамки начинают стираться. Он попадает в этот мир, и он должен в обычных терминах, в обычных словах объяснить то, что он видел, то, что вот мы с вами и видим здесь. То есть каждое слово требует какого-то какого-то объяснения, какого-то объяснения иногда, попытки представить себе духовный мир, другой мир, для того, чтобы понять эти слова. То есть задачи очень трудные, но поэтому и существовали школы пророков, и у всех пророков были ученики, и мы увидим, что прямо здесь в книге увидим, что у Иехескеля были ученики, и они находились с пророком, и пророк часто объяснял не только на вербальном уровне, он влиял на своих учеников, и они сами получали какой-то отблеск пророчества, который помогал понять пророка. Мы это явно видим, происходило в школе пророка Шмуэля. У Иехескеля примерно то же самое. Задача пророка в дальнейшем была донести видение до людей на таком-то понятном уровне, и главное, на таком уровне, из которого можно сделать вывод, можно извлечь урок, как мы с вами постоянно пытаемся здесь извлечь урок, что Всевышний управляет всем, находится повсюду, даже во времена Галута, безгнания. Вот такой же урок они должны были донести и в деталях объяснить это людям. Кто хотел их слушать, кто приходил к ним, кто это воспринимал, трудно сказать. Но так же, как сохранилась устная Тора, так же и сохранилась устная Тора и к пророкам, так же сохранилась учение к пророкам, которое позволяет нам приоткрыть этот текст, оно передавалось из поколения в поколение, и мы видим в Талмуде, что мудрецы хорошо понимали эти тексты, когда казалось, что понимание их ушло, они были за то, чтобы скрыть тексты. Раби Нихумья Бене Акане говорят, что он спас книгу Ихискеля. Он заперся на верхнем этаже, ему принесли бочки с маслом, с оливковым, чтобы он мог учиться днем и ночью, и он сидел и не вышел из своей горницы, пока не объяснил, не восстановил объяснение книги Ихискеля, и таким образом он спас ее. Если бы он это не сделал, то мудрецы бы скрыли книгу, потому что непонятный текст, из которого, понимание которого ушло из народа, они не хотели передавать из поколения в поколение. Спасибо, очень интересно. Раби, еще можно вопрос? То есть образ человеческий, соединенный с образом льва, это образ будущей Геулы? Я правильно понял или нет? Да, вы уже забираете вперед. Как говорил Гекель Берифин, что никому только не было обидно, просто в шутку, дай негру палец, он возьмет всю руку. Мы дойдем до этого. Мне не хочется сейчас комкать. Есть мы можем сказать, что ветер представляет собой такое метание души от одного к другому, и мы видим, что в будущем оно пропадает, его нету, и облик БК, который символизирует приближение к материальному миру, он тоже его нету, он как бы растворяется, уходит в лицо человека. Это действительно картина будущего, картина будущего общения, так сказать, человека со Всевышним. Ладно. Ну, я надеюсь, что мы как-то немножко приподнялись с вами духовно, очень надеюсь, получили какой-то заряд, и дай Бог, с Божьей помощью, что у нас на следующей неделе, мы, наверное, не встретимся на следующей неделе, я так понимаю, у нас где-то, что у нас есть? Ну, надо обсудить, что у нас очень интересно. Ну, мы посмотрим, я могу сейчас посмотреть. Неважно, хорошо, договоримся, у всех есть почта, у всех есть связь, договоримся. Но это еще за день, если желание, то можно, потому что РФ Песох это в Шиши написано, а это мы занимаемся в РВИ, правильно? Ну, если есть желание, значит, обсудим. Это вечер, когда нужно в Декад Хамец. О, это в Декад Хамец, на Хон, спасибо. Это в Декад Хамец? Нет, подожди, в Декад Хамец, наверное, Хамиши. Правильно. но... В Декад Хамец Хамиши, а мы занимаемся в РВИ, это же РВИ, правильно? А, да, 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 извините, просто у меня сбилось, РВИ, Хамиши. Нет, может быть, вы ищете Хамец два дня, тогда это нормально, если у вас большой дом. Нет, но у меня просто календарь, извини, календарь меня вечером показывает уже следующий день, и я мысленно уже в Хамеши. Я сбилась на календаре, все в порядке, да, РВИ, конечно, все нормально. Кто мог пить, Дим, может быть, действительно, ладно, все, шутки в сторону. Окей, Беседер, мы, значит, договоримся, если РАД за это смотрят, мы сюда выставим. Я только хочу напомнить, что есть 12 книг по книгам пророков, и предлагаю и прошу заказывать их, пусть у вас будут дома, это пособие, которые могут пригодиться всю жизнь. Последние книги, которые вышли, это с 25 по 48 главу книги Хискеля и схемы храма, которые разработаны так, чтобы можно было прочесть текст. Открываешь текст, кладешь параллельно с собой, рядом кладешь схемы храма, и ты понимаешь, что написано в тексте, по крайней мере. Хорошо, спасибо большое. Технически хотел сказать, вы можете пойти на сайт lelmo.ru, выбрать страницу курса, вот этого курса книга пророков, и там есть ссылки, как заказывать книги. Пожалуйста. Может быть, есть какой-то более простой способ, но это... Я не думаю. Это самое простое. Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Всем счастливо, пока. Уздоравливайте раздней. Спасибо, спасибо. Всем счастливо, пока. Абсурот того вот. Спасибо. До свидания. Пока-пока.